Молдавские коммунисты и социалисты в очередной раз создали политический блок. На этот раз они его назвали постоянно действующим. А также Воронин и Батрынчи объявили и о создании национальной платформы, в которую войдут политические партии, общественные организации, эксперты и журналисты. Первый раз эти две партии объединились на парламентских выборах 2021 года, также создав платформу для объединения всех партий левого толка. Но в конечном итоге никто больше к этому блоку не присоединился. Тогда коммунисты и социалисты заверяли избирателей, что блок это не предвыборное явление, а смысленное желание спасти страну. С названием очередного блока ПКРМ и ПСРМ решили не заморачиваться и назвали его опять во имя спасения страны. Читаем внимательно заявление. Главной целью политического блока является отстранение от управления страной безответственной, непрофессиональной, антинародной и антигосударственной политической группировки, захватившей все органы и институты власти. Блок будет готов в нужный момент взять ответственность за управление страной и выведение ее из системного социально-политического кризиса за возвращение Молдовы на путь самостоятельного поступательного развития. И тут бы Великий Станиславский громко крикнул «Не верю». Обе партии в свое время обладали полным контролем над государственными институтами власти. И так и не привели страну к поступательному развитию, а наоборот вручили ее в руки Плохотнюка, продавая ему себя и своих депутатов. В конечном итоге мы получили захваченное государство, отсутствие финансовой помощи со стороны ЕС и Российской Федерации и полную международную изоляцию. Ни Воронин, ни ПСРМ, оставшиеся без Дадона, поддержкой Кремля не обладают, не говоря уже о Евросоюзе. Слабость нынешней власти в энергетическом кризисе очевидна. Но какова позиция членов блока за спасение страны в вопросе поставок Молдова-газ де-факто бесплатного газа приднестровским предприятиям, как ММЗ и Кучерганская ГРЭС, которые во времена правления ПКРМ и ПСРМ являлись официально зарегистрированными экономическими агентами Молдовы, не платили налоги в бюджет страны. Какова позиция ПСРМ, которая холила и лелеяла бывшего дельца ДПМ Андронаки относительно обструкционной деятельности его фирм, перекочевавших в Приднестровский регион и организовавшему настоящее сопротивление инспектированию ММЗ со стороны Государственной экологической службы конституционной власти Молдовы? Почему за все годы правления ПКРМ и ПСРМ никогда не поднимался вопрос, откуда у Молдовы такие долги по газу перед Газпромом и почему представителями их правительств Молдова-газ всегда голосовали за утверждение этих долгов? Почему за все эти годы ни разу не был проведен аудит деятельности Молдова-газ, в котором государство Республики Молдова имеет 35%? Но самая большая политическая нелепица в документе о создании блока – это структура сопротивления действиям власти. Посудите сами, главный непартийный орган блока – республиканский штаб сопротивления – будет вырабатывать необходимые документы и принимать основные решения, в том числе план совместных действий, политические заявления, стратегию и тактику борьбы. Местные, то есть региональные штабы сопротивления будут реализовывать план и выполнять решения республиканского штаба на местах. Звучит красиво и достаточно революционно. Но кто и чему будет сопротивляться? Если бы ПКРМ и ПСРМ были бы успешными партиями в борьбе с коррупцией и режимом Плохотнюка, если бы у них был бы успешный опыт в прорывных экономических и социальных стратегиях, если бы эти партии пользовались поддержкой и доверием граждан Молдовы, смог бы ПАС получить 63 мандата в парламенте, свое правительство и президент. Сопротивляться ошибкам власти и бороться за лучшую жизнь – это право и обязанность граждан страны, и гражданская позиция, но только не с теми, кто привык предавать.